Проверить надо, кошку-то принести надо, если она там здесь, так если она у нее не будет, она же не Выходишь, и ты не видела ее, вот еще увидишь. Так белый кот-то я вижу, белый кот приходит. Белый-то вот пришла, пали нету, пали. Ну может спряталась где-то. Ну я сейчас посмотрю на этажа. Посмотри, ну так и не трожь ее, не пугай. Тебе горьянов сухие дать? Нет, я пойду блины печь. А? Пойду блины печь. Давно пора. Ну так а сейчас, я Ну давай, давай, давай. Слушаю. Я пойду там целый бетончик сметаны, он уж на пас не приедет в этой неделе, Игорь, сказали. Слушаем. Вечером с 8 до 10 у меня молитва, чтение псалтири, поэтому ты в это время тогда подключай меня? Нет, не жди в это время, я подключу, когда надо будет. А я же не буду знать. Надо как-то узнать, договоримся. Я постучу тебе. А, ну ладно. Никак, у меня все стоит. А, сегодня мне надо съездить в одно место. А ты уже в этой неделе ездила, нет? Нет. А зачем ехать тебе? Мне срочно решить вопрос со второй страницей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все слушаем, пожалуйста. Комментарии. Комментарии. Блаженный Феофилакт был родом из города Халкиса в Греции. Родился он приблизительно в первой половине 11 столетия. Первую половину своей жизни он провел в Константинополе. Здесь он проявил замечательный ораторский талант и большие знания не только в литературе святоотеческой, но и в советской. Так что современники считали его образцовым проповедником. И в этом смысле называли его учителем ритеров. Приблизительно в 1081 году он был назначен в Болгарию в церковном отношении, зависящую от Константинополя, первоиерархом этой страны, архиепископом Ахридским. Блаженный Феофилакт, с одной стороны, ревностно получал народ, устно и письменно изъясняя на основании святоотеческих творений истинный смысл новозаветных писаний. Всю жизнь он трудился на пользу церкви с истинно апостольской ревностью, а творение его, написанное под большим влиянием святоотеческой литературы, вполне отражает в себе святой и глубокий характер его жизни. Хотя в своих толкованиях блаженный Феофилакт не является вполне самостоятельным, но зато, будучи прекрасно знаком со святоотеческими творениями и любя их, он в высшей степени умело собрал из них и объединил всё то, что было наилучшим и наиболее существенным для понимания и истолкования священного писания. Это качество составляет главное достоинство его толкований и потому они значительно облегчают труд для всякого, кто хотел бы изучать новозаветные писания по творениям святых отцов. Из всех отцов в церкви самое большое влияние на него оказал святой Иоанн Златоуст. Это был его любимейший истолкователь священного писания. Его толкования он приводил в своих трудах или буквально, или немного сокращая их и вставляя только отчасти свои выражения и некоторые мысли. «Санкт-Петербург. Книга издательства П.П. Сойкина. Дореволюционное издание». Предисловие к изданию 2003 года. Целью нашего издания было в первую очередь сделать легко доступным толкование для понимания любого места Нового Завета. «Будучи знаком со многими толкованиями Нового Завета святых отцов, православия, католиков и сектантов, нахожу, что толкование блаженного фифилакта есть наилучшее и наиболее точное. Преподавая изъяснение священного писания в разных университетах и в домах практически уже 40 лет, не перестаю удивляться красоте и точности этого толкования. Сам блаженный фифилакт не приписывает это толкование себе, а говорит, что выбрал самое лучшее из всех святых отцов, известных ему, отдавая наибольшее предпочтение святому Иоанну Златоусту. Новинкой в этом издании является следующее. В Евангелии, Деяния и Послания тексты священного писания приводятся только по-русски с точным указанием глав и стихов в каждом отдельном случае. Кроме того, все приводимые места священного писания специально выделены жирным курсивом. Считаю, что для зрения этот текст более броский и приметный. В некоторых местах сделаны сокращения, совершенно незначительные, там, где фифилакт приводит известные ему, но им же опровергаемые толкования, бывшие в его время. Когда блаженный фифилакт писал свое толкование, Библия еще не была разбита на главы и стихи. Это произойдет намного позже. Только в 1236 году католический кардинал Хьюга, или Каро, разделит каждую книгу Библии на главы. А в 1551 году главы Библии будут разделены на стихи библиотекарем, французом Робертом Стефаном. Библейский справочник Генри Гелли, Санкт-Петербург. Библия для всех, 2002 год. До этого книги Библии делились или на смысловые перекопы аммония, или же по желанию проповедующего, кому как казалось, более удобным. С 1876 года, времени издания Синодального перевода на живом великорусском языке, все до единого издания Священного Писания издаются, разделенные только на главы и стихи. В нашем издании толкование фифилакта разбито точно по стихам. В данное издание толкование блаженного фифилакта не вставлено ни одного предложения, не изменена ни одна мысль. К этому мы подошли с особым страхом и благоговением, имея в виду главную цель сделать Новый Завет доступным и понятным для всех, какую бы веру читатель не исповедовал в христианстве. Считая, что правильнее всего отделять главу от стиха двоеточием, так и отметили курсивом во всем толковании ссылки на библейский текст. Главу от стиха отделяя двоеточием, стих от стиха запятой тире. В таком виде издаются сегодня большинство книг и симфоний. Со своей стороны, не дерзая, не толковать, не перетолковывать, ни священное писание, ни блаженного фифилакта, мы решились выделить места толкования архиепископа Бангарского, которые сегодня явно или перетолковываются, или пренебрегаются, и на это дать соответствующие пояснения. Данные пояснения имеют целью приблизить текст священного писания и толкования к сегодняшним дням, сделать его понятным каждому, чтобы каждый стих Нового Завета был живым и действенным для всех читающих его. Главная потеря, с которой пришла церковь в 21 век, это потеря авторитета священного писания, которое люди практически не знают, а пастори не только не насаждают этот авторитет, но и всячески противятся этому. Я слышал в свой адрес тысячи раз от священнослужителей и архиереев упреки в уклонении сектанства только за цитирование мест священного писания. Мы не баптисты и не какие-то еретики, это они носятся со своей Библией. У нас есть святые отцы, и мы поступаем так, как они нас научили. Но когда в этом издании толкование блаженного Феофилакта будет доказано, что священники противятся этому толкованию, точно так же, как и Библии, то они уже не смогут сказать, что они, эти священники, православные, ибо восстают против православного толкования Библии, точно так же, как и против самой Библии. Комментарии к толкованию будут в основном даны только к указаниям болгарского первоиерарха на первостепенное значение в жизни христианина священного писания и значение проповеди. Тот, кто прочтет эти малые комментарии, увидит, что сегодняшнее, в кавычках, православие, отступает в самом прямом смысле от священного писания и от святых отцов и растеряло всю свою паству по разным сектам и ирисам. Есть всего только два пункта в толковании блаженного Феофилакта, которые потребуют дополнительного разъяснения. Это вопрос о значении крещения и причащения. По этим вопросам допущены самые большие искажения в современной практике. Как истина то, что нет Христа без креста нераспятого? Так точно священное писание не знает крещения без уверования во Христа, без научения, без принятия его в свое сердце, как Спасителя лично тобой принятого. 1 Коринфянам 1.23 «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие». 1 Коринфянам 2.2 «Ибо я рассудил быть у вас, не знающими ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». Марка 16.16 «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Только по одному этому месту Писания видно, что кто не будет веровать, тот и не может креститься. Выше приведенные предисловия относятся к трехтонному изданию «Толкование блаженного фифилакта», в которое и вкраплены наши комментарии. В данной книге публикуются только комментарии для тех, кто уже имеет толкование блаженного фифилакта, или для того, кто, если не состоится издание трехтонника, то сохранится хотя бы отдельное издание наших комментариев, призванных оживить и приблизить к современности труд блаженного фифилакта. «Переди Матфея 1.1» отознащает комментарий именно на этот стих. И дальше так и будет идти. «Так, как комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих. Так, да?» «Да, в этой главе «Натолкование фифилакта». В этом месте. «В этом месте». «Ну, вот как бы вы начитали?» «Я бы насчитал так. Матфея 1.1. Комментарий на толкование блаженного фифилакта». «Микрофон включите». «Считать. Матфея 1.1. Комментарий на толкование блаженного фифилакта». «Дальше Игнатий Лапкин, да?» «Да, конечно, конечно, да. И сказать, что комментарии, они двумя черточками отделяются и совершенно другим шрифтом сделаны. Это все тогда было у нас здесь. Яромонах Напанаил Судников. Все, я говорил, как сделать? Он это сделал. То есть они резко отделяются. Отделяются с двух сторон такими не очень видными строчками и другим шрифтом. Я толковал. Я не толковал ни одного слова. Заранее говорю. Так, но я не знаю, для чего здесь говорить. Здесь-то все как бы одним шрифтом. Это там. Это здесь одним. Но надо сказать, что в книгах другим шрифтом и комментарии с двух сторон как бы блокируются двумя строчками. С той и с другой стороны, чтобы показать. Это не священное писание, не блаженный фифилакт, а мое пояснение, расширение, приближение к сегодняшней жизни. То есть лучше оживить практически невозможно. Так понимаю. Ну, я как бы в предисловии, это уже сказано, что все объяснено. То есть каждый файл, что ли, говорит, я не пойму. Потому что мне кажется, один файл есть, понятно. Ну, кто наткнется на это? Тут не трудно так и сказать. Так, Матфея, там, глава 25-я, 14. Комментарий на блаженного фифилакта. Вот так. Тут ничего нету, два слова. Нет, про черточки и про шрифты-то вот эти вот. Ну, на это один раз сказал я, и больше не говори про это. Я уже сказал. Чтобы знали люди, которые обвиняют в этом-то. И вот вы взяли, а-то там пропущено, переводов несколько. Они даже этого не знают. И эти переводы я перебрал и самый лучший нашел, который язык и все. Поэтому я просто поясняю, когда люди говорят что-то. Они не делают, не издают, не распространяют. Если считает архиерей один и говорит, считаю это только ради ваших комментариев. А другой говорит, где ваши комментарии, я просто промахиваю и не смотрю. И так было со Христом, когда он говорил. Считайте восьмую главу. Почему вы не понимаете речи моей? И дальше поясняет. Ваш отец дьявол, потому не хотите. Так, ну ладно, благословляйте, пробую. Да, Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии на толкование Нового Завета архиепископа болгарского, блаженного Феофилакта. В книгах они выделены отдельным шрифтом мелким. Это не толкование, а всего лишь комментарии. И так, комментарии Игнатия Лапкина на Евангелие от Матфея 1 глава 1 стих. Феофилакт с первой строки обращает внимание слушателей на авторитет Библии. Господнее Слово. Все до единого святые пророки, начиная провозвещать тайны Господней, как посланники Иеговы, придавали своим словам абсолютный авторитет от имени Бога. Второе послание Петра 1.21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Исайя 1.2. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Неподчинение Слову Божию, исходящему от пророков, приравнивалось к бунту против Создателя, и эти люди объявлялись лжецами, то есть детьми дьявола. Второзаконие 4.2. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Таразаконие 12.32. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому, и не убавляй от того». Притча 36. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Евангелие от Иоанна 8.44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Откровение 12.8. «Всех лжецов учесть в озере, горящем огнем и серою – это смерть вторая». Эти же угрозы к непокоряющимся и искажающим Слово Божие высказаны Духом Святым и в Новом Завете. И этими словами заканчивается Библия. Откровение 22.18.19. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Матфея 1.1. Толкование блаженного Феофилакта. «Как Зара прежде показал руку, а потом скрыл ее, так жизнь во Христе проявилась во святых, живших до закона и обрезания. Ибо все они оправдались не соблюдением закона и заповедей, но жизнью по Евангелию». Комментарий Игнатия Латкина. «Никто не может требовать исполнения того закона, который не доведен до сведений о живущих в этом государстве. Знать Евангелие – это не только знать его содержание, но и знать его истинное толкование. Иоанн Златоуст говорит, «Не показывай мне, что это написано, а дай мне смысл написанного». «Жизнь по Евангелию, то есть по Новому Завету, по второй части Библии, наиглавнейшей и спасительной, как может произойти, если народ не научен и его не учат этому самому Евангелию? Те, кто скрыли, не донесли, какой страшный ответ дадут пред Богом». Обращаясь к таким священникам, Иоанн Златоуст говорит, «О, священник, если одна овца погибнет по твоей небрежности, тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вино». Иоанн Златоуст говорит, «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Нужно не просто читать, а исследовать, как в лаборатории, постигая истинный сокровенный смысл откровений Духа Святого. 1 Тимофея 4, 16 «Вникай в себя и в учения, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь из слушающих тебя». «Жить по Евангелию значит быть плодоносным, жить не огорчая Спасителя». Псалом 1, 2, 3 стихи «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Как может пастырь говорить о жизни по Евангелию своей пастырь, если Евангелие не изучается, а как принято, существует совершенно отдельно на полочке, не обитая в человеке? Если нет жизни по Евангелию, жизни по Слову Божию, то все ритуалы, все богослужения, даже с участием Папы и Патриарха, имеют иную цену, чем им предают их исполнители». Притча 28, 9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Жить по Евангелию – это жить в Духе Святом. Евангелие – это откровение Духа Святого. Григорий Низкий утверждает, что Бог имеет дело только с тем, что сродственно Ему, в ком Дух Святой, тот не может не любить Христа и Слово Божие. Евангелие от Иоанна, 14, 23. «И Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Нелюбовь к Слову Божию – там, где нелюбовь к Евангелию, «где не избирается благая часть сидения у ног Христа». Евангелие от Луки, 10, 42. «А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Римлянам 8, 9. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Незнание Евангелия обрекает человека блуждать в стране, далекой, с блудным сыном в содружестве, вдали от трапезы отца. Так, тут небольшую вставочку сделаю. Оказывается, нужно было сказать, но тут нету, то комментарии, плюс к тому, с двух сторон, в квадратные скобки заключаются, чтобы никуда ни одна буква не ушла. Всего комментариев будет 297. То есть трехтомник практически, ну, без одного вопроса, по 100 комментариев будет. И поэтому, когда новый стих начинаешь читать, то говорим «на», Матфея, слово «на» сказать. А дальше уже, которое вместо описания, просто читать «Еремея» и все. «На». Надо, чтобы продолжительности было не меньше 20 минут и не больше 30. И тогда делай новый ролик. ролик. Вот так. Часы, часы поставь рядом как-то, или смотри. 25, это примерно самое лучшее было бы. Так, ну, еще минут 10 давайте. Просекайте и так. Вот, скажешь, когда 10 минут пройдет, остановлюсь. Комментарий на Матфея 1, 3, 5. Молодцы. Впрочем, все язычники, принявшие послов у Иисуса, то есть апостолов, и уверовавшие слова их спаслись. Комментарий Игнатия Лапкина. Прошла тысяча лет до блаженного феофилакта, архиепископа Балгарского. Многое изменилось в мире и в церкви, но Господь говорит, Иеремии 1, 12, «Я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось». У Бога всегда на примете люди, преданные Ему, в которых одно желание – жить для Бога и исполнять волю Его, нести святое Слово по миру неискаженным. Даниила 9, 23. «В начале моления Твоего вышло Слово, и Я пришел возвестить его Тебе, ибо Ты – муж желаний. Итак, вникни в Слово и уразумей видение». Таким мужем желаний оказался блаженный феофилакт, который всею жизнью свою подтвердил слова апостола Павла, филиппийцам 1, 21, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». В предисловии к толкованиям сказано, на какое разорение Он прибыл в Болгарию, какой темный и невежественный народ оказался под Его окормлением, и какие безумные ереси того времени отравляли сознание людей. Исайя 49, 8. «Так говорит Господь, во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе, и Я буду охранять Тебя и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные». Его толкования Священного Писания для миллионов людей стали воистину заветом любви к Слову Божию. Блаженный Феофилак с абсолютной точностью на протяжении толкования всего Нового Завета подчеркивает, высвечивает роль проповеди апостолов. Он проникнут апостольским духом благовестия. Непрерывная проповедь, научение и столкование – это то, что приводит к жизни во Христе, к жизни по Евангелию. Кто из пастырей сегодня понимает это? Ибо всюду проповедь подменена ритуалом и обрядом. «А от этого никто не возрождается, а остается всюду та же египетская тьма, обман и самообман». Толкование Феофилакта на Матфея 1.17 тоже бывает и с зарением душевным, если оно обращено на лук духовных писаний, то делается чистым, ясным и проницательным, так что может видеть наветы бесовские, а если остаются в дыму житейских попечений, непрестанно будет испускать слезы, плакать всем и в будущем веке». Так, подожди минутку. Вот ты сейчас сказал не так, как я говорил. Значит, назал место и дальше, как будто это блаженного Феофилакту толкование. Обязательно говорит «на Матфея 1.17 комментарии». Комментарии на Феофилакта. Вот эти слова. «На Матфея 1.17 комментарии на блаженного Феофилакта». Ну вот сейчас-то... Сейчас не надо, ты продолжай дальше. Все. У тебя хорошо получается. Но только в это говорит «на». «На». «На» 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 «Блаженного Феофилакта». «На Матфея 1.17 комментарии на блаженного Феофилакта». Вот так. Вот сейчас текст – это ваш или Феофилактовский? Мой, мой текст, мой. Здесь Феофилактова ничего нету. Зачем же... Ваши нету-то. Ну, я думаю, так. Ну, вот это вот... Вы бы у себя, вы никогда бы... Или так? Так тоже бывает. Ну, ну, давай, давай, тогда, может быть, и так. Посмотреть надо. Где тут? Нет, нет. Значит, это ваши комментарии. Да, мои комментарии. Да, так и отвечаю везде. Феофилактов полностью... Что ж приводить? Просто сказать слово. Здесь речь, насчитываешь, комментарии. И одни комментарии. Указано на какое место. На Матфея 1.17. Комментарии на блаженного Феофилакта. Все. Пять слов. Потому что здесь... Потому что, может быть, вот здесь это... Может быть, вот это вот Феофилак... Сейчас, Оля, посмотри. А вот это комментарий. Ну, может быть, и так. Ну, говори то, как я говорю. Ну, я так и говорю. Ну, да, ты прав. Вот тогда так надо говорить. Считаешь дальше. А потом вот в этом месте и так. Видимо, отсюда где-то начать. Я не вижу скобок-то почему-то тут нету. Сейчас, Оля, скажу. В общем, видно будет. Ничего. Не надо считать дальше. У тебя все уже... Не возвращайся. Итак, мы... Итак, мы непрестанно имеем нужду в молитвах и чтении Божественного Писания, дабы угасить огонь страстей и разогнать дым житейской суеты, ибо ничто не приносит столь великой пользы, как молитва и чтение Божественного Писания, если мы упражняемся в них с трезвым умом. Это есть пища души, ее украшение, ее жизнь, врачество и укрепление ума. Этим мы должны украшаться, этим должны возводить к совершенству услуг, детей, жен, друзей и врагов, обращать друзей. Так и великие мужи, друзья Божии, достигали совершенства. Давид по своем грехопадении, как скоро внял слово поучения, тотчас показал себе прекраснейший образец покаяния, и апостолы при помощи слова Христова соделались тем, чем были впоследствии и обратили весь мир. Итак, не будем пренебрегать слушанием Священного Писания, не позволять себе видеть сокровища, чтоб не обогатились. Это умысел дьявола. Он представляет нам, что слушать Божий закон ничего не значит, опасаясь, чтоб, слушая его, мы не расположились исполнять его. Итак, зная этот пагубный умысел его, оградимся со всех сторон духовными песнями, молитвами и священным писанием, дабы, окружившись с ним оружием, не только самим не попасть в плен, но и сокрушить его главу, а за сие увенчаться славными победными знаками и достигнуть будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава вовеки. Аминь. Вот тут новое предложение сказали. Хорошо бы ты открыл книгу рядом и глазом глядел, где там щерточки, где скобки, и тогда прямо говорил, дали комментарии. Потому что я даже сам не могу сейчас определить, где Феофилак заканчивается. Ну, вот это явно не ваши слова, я сейчас читал этого Феофилак. Ну, вот, значит, надо так это... Лучше бы ты книгу открыл. Книга, чтобы перед собой... Для Схалов всё это время тебя не задержит, тебя у тебя и книга есть. Я сам не могу даже определить, где. Так, ну там, мне кажется, вот оно, тут вот всё, видите, уже комментарии тут выделены. Ага, вот теперь понятно. Всё то, что впереди, блаженный Феофилак. Тогда всё. Вот тут и говори, комментарии. Я так и сказал, да. Да, да, впереди это... Что-то... Благодарю. Толкование Феофилак на Матфея 1.19. И это, говорю теперь, не без причины, но потому что вижу, что многие после крещения живут ни брежния, ни крещённых, и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Верующий должен быть виден не только по причащению святых тайн, но и по новой жизни к богоугодным делам. Но причащаясь только по обычаю, ты уготавляешь душе своей многие муки. Комментарий Игнатия Лапкина. Пятый век христианства. Центр православия Константинополь. Самый знаменитый проповедник за всю историю христианства. Сколько сетывания в словах архипастыря о позорном состоянии его прихожан. С момента объявления христианства государственной религии номинальные христиане заполнили церковь, превратив её в зверинец, как говорит святитель. Я не вижу людей, а вижу стадо лошадей и свиней. Уже тогда духовный первоапостольский опыт обращения ко Христу, рождение свыше, истинный вход в церковь через духовное перерождение во Христе были неизвестны и забыты почти всеми. Остались механические действия крещения и причащения. Правда, тогда это крещение совершалось по канонам, полным троекратным погружением человека в воду, а причастие мирянам подавалось раздельно в руку. Тело Христова в виде хлеба уносили домой. Самая трагическая, погибельная, смертельная ошибка была допущена при императоре Константине. Это неправильный вход в церковь через механическое действие, через крещение. Крещение же, согласно Библии, должно быть завершающим действием, актом после истинного покаяния и научения в течение не менее трех лет. Получение дара Духа Святого также было заменено видимым действием миропомазания, а это далеко не одно и то же. Деяние 2.38 Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Святые отцы все до единого признавали институт оглашенных и выделяли их в особый класс. Иоанн Златоуст в составленной им литургию вводит в специальное время, когда оглашенные могут присутствовать, после чего они выводятся. Оглашенные языки произносятся трижды, громко, во всеуслышание. Согласно изъяснений святых мужей, таких как Симеон Солунский, диакон обязан в это время тщательно проверить, нет ли в храме посторонних людей, остаются только верные, допущенные до причастия. После этого еще дважды будет возглас, двери, двери, и предверник снова обязан проверить, хорошо ли заперты двери, нет ли кого из посторонних, отлученных за грех. Звук этот остался и сегодня. Великий святитель Иоанн о подобном сегодняшнем действии говорит, что это всего лишь звук, вводящий других заблуждений и ничего не значащий. Если бы сегодня была поставлена задача соответствовать тому, что написано в Новом Завете, тому, как это истолковали святые мужи, и чтобы непременно это было выполнено, а не просто сотрясали воздух дьяконским языком, и добавлено, что литургию нельзя совершать без выполнения этих слов, то, положа руку на сердце перед Богом, мы должны признать, что бескровная жертва сегодня же прократится почти повсеместно. в 999 храмах из тысячи быть может. 1 Коринфянам 9.26. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. В проповедях Иоанна Златоуста так и в толковании блаженного Фефилакта очень зримо представлено, что крещение уже тогда стояло не на первом месте, что его совершали над посторонними людьми. Еще раз. Как в проповедях Иоанна Златоуста, так и в толковании блаженного Фефилакта очень зримо представлено, что крещение уже тогда стояло не на своем месте, что его совершали над посторонними людьми. И в их словах очень ясно видно, что они ничего с этим поделать не могли уже тогда и горько об этом сетовали. А выход был, как и сегодня, произвести полную перерегистрацию церкви, все начать с нуля. Непрерывная проповедь, научение, постоянно и всюду, и начать запускать в храм только после искреннего обращения ко Христу. Второе послание Тимофея 4.2. Проповедуя слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ты как-то помещай, Сергей, чтобы номер был виден там. Следующий будешь второй. Значок как-то и произноси вслух. Второй. Или глава вторая, не глава, как-то сказать надо, или ролик, или как-то. Вот первый прошел, сейчас второй. При самом начале, чтобы было видно, какое по значению. Два слова сказать. Номер такой-то, а дальше на Матфея такой-то. Ну, как, кто, ролик прям, что-то ролик не очень. Может быть, не ролик, но как-то, даже не знаю, как сказать-то. Часть, часть вторая, по порядку. Часть вторая, на Матфея 1.2. Вот так дальше идти. Это дело уже показало. Вот, и теперь мы уже полностью сформулировали, как надо вести. Тут конкуратные скобки сохранились. Сразу комментарии. Ну, и дальше. Кто их так? Так, ну, это тогда, наверное, мне надо в Word. Тут я это с интернета читаю. Там надо мне тогда в Word, наверное, перейти. Я не знаю, как ты сделаешь, а теперь уже, что впереди говорили, там, а тут, оказывается, скобки сохранились. Тут четко говорили, комментарии. Все, больше ничего не надо. Комментарии и, Лайл, там, расшифруешь. Так, ну, еще. Где наша морковка-то? Хожу, ищу, бежу, нету. не соображу, как сказать, ой, помоги. Вот сейчас, вот смотри, вот сейчас вот это вот у нас идет хефелак, потом идет комментарий, впереди нужно сказать, часть вторая, отделить от того ролика. еще два Матфея. Надо говорить. Тут прямо так и говоришь. Часть вторая. На Матфея 1, 22, 23. Блаженный фефелак говорит. Итак, евреи, дальше. Комментарии. Вот уже все встало на место теперь. Ну, все. Часть вторая. Комментарии на блаженного фефелакта. На Матфея 1, 22, 23. Фефелак болгарский. Итак, евреи злонамеренно искажают писание, и вместо дева ставят молодая. Комментарий Игнатия Латкина. Как Бог, любя людей, является им в разных видах, как это более приемлемо человекам в данный момент, так точно делает и дьявол, породив разные секты и ереси, и искажения в Слове Божьем. Евреям 1, 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. 2 Коринфянам 1, 14. 11, 14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Против этой беды святые отцы выставили 19-е правило 6-го Вселенского Собора, запрещающее толковать священное писание вопреки учению церкви. Сегодня православные или совершенно не знают писания, или знакомятся с ним в искаженном виде при собственном или сектантском толковании, и гибнут не тысячи, а десятки миллионов душ за такое преступное небрежение пастырями истинного толкования Нового Завета. Комментарий на Матфея 1, 22, 23. Феофилак Болгарский. Слово «комментарий» не здесь говори, а «комментарий» перед ЕЛ. Ты опять же, не комментарий, толкование, толкование блаженных Феофилактов. Дальше комментарий перед ЕЛ. Перекидывает одно и то же. Какой комментарий? Толкование Феофилактов Болгарского на Матфея 1, 22, 23. «Священное Писание дает имена от дел, как, например, на реке ему имя Магер Шелал Хашбас, спешит грабеж, ускоряет добыча» Исайя 8, 3. «Эммануил же еврейское имя и значит «с нами Бог»» Комментарий Игнатия Лавкина. «Доказательство истинности того, что они говорили, святые мужи веры находили в Священном Писании. Истинность своей веры они подтверждали Библией, а не мироточением ковчега или скрижали. Не тем, что в сосудах с манной не завелись черви, и благословенная манна не портится столько лет. В каждой проповеди Иоанн Златоуста вкрывал Библию до 70 раз. Кирилл Иерусалимский говорил, что если слова его не сходятся с Библией, то, цитата, «не верьте и мне». Толкование Феофилакта на Матфея 2.12. «И они повиновались наставлению, то есть Божественному Слову». Комментарий Игнатия Лавкина. «Библия – это священное писание, Слово Божие. Задача Духа Святого состоит в том, чтобы установить через верных своих служителей абсолютный авторитет Божественных Слов. Дух Божий, глаголовший в пророках, искал тех, чье ухо открыто для этого Слова. А те, кто не слушает Слово Божие, отвращает свой слух от Библии к басням, пусть даже исходящим от православных архиереев, являются врагами Божьими». «Осия 4.6. «Истреблён будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Исайя 30.12.13. «Посему так говорит Святый Израилев. Так как вы отвергаете Слово Сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас как угрожающее падением трещина, обнаружившееся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно в одно мгновение». «Очень часто, читая прямое указание Библии, мы приходим к лучшему пониманию данного места, исходя от обратного. То есть, если сказано, что Бог за что-то одобряет, говорит «хорошо», то ясно, что если мы делаем напротив указанного, то окажется нехорошо, пагубно». 2 Петра 1.19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое Слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. «Весьма нехорошо и смертельно опасно не обращаться к Слову Божию при разрешении любого вопроса или местописания. Если наличие в руках Слова Божия дает гарантию света, то отсутствие его дает гарантию нахождения во тьме, во мраке. Какое страшное преступление совершают пастыри, не приучившие доверившихся им обращаться к этому божественному светильнику Слову Божию». Толкование Феофилакта на Матфея 3.12. «В церковь, в которой, хотя много крещённых, подобно как нагумно собирается с поля всё, но из них одни оказываются плевелами, каковы легкомысленные и направляемые к злу духами злобы, другие пшеницю, то есть которые приносят пользу и другим, питая их учением и делом». Комментарий Игнатия Лавкина. «Принятие в церковь через механическое крещение обмерщило и сделало неотличимой от мира невесту Христову церковь». С какой лёгкостью церковь пошла на это обмерщение ради земных льгот и выгод, когда патриарши и монарши и престолы соединились вместе. А теперь не просто трудно, а почти-почти невозможно вернуть всё к первоапостольской чистоте церкви. «Сегодня священники не могут отличить не только овец от козлов и чесоточную овцу от здоровья, но допускают одинаково к тайнам и волков, и змей, и овец. А вначале было не так». Деяние 5.13. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Отсюда вывод, как читаем в жизни Макария Александрийского за 19 января, что народ Божий, то есть те, кто называются верующими, не только не прославляют внешне, а презирают и ненавидят. То, что сегодня отпевают всех подряд, вызывает презрение за несерьёзное отношение к делу спасения даже у демонов. Левит 10.10. «Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Должно быть прежде чревоношение, то есть оглашение, и только потом рождение, крещение. А так как нет катехизации, то и получаются мёртвые выкидыши, и происходит не рождение, а удушение, когда человек и не научен, и не погружён. Согласно Слову Божию, он должен сначала уверовать, а потом погрузиться в воду во святом крещении трижды. Марка 16.16. «Кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет». Матфея 4.4. «Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Комментарий Игнатия Лапкина. «Всяким словом священного писания от бытия до откровения так должны понимать новозаветные люди». Библия – это животворящий источник жизни, вдохновения, спасения. Это ответ на все наши вопросы по вкусу каждого человека любого состояния, возраста, эпохи. На каждом богослужении священник обязан выходить с Библии в руках перед народом. Иначе, по Слову Божию, и толкованию святых отцов его нужно называть не учитель, а губитель. Иоанн Златоуст говорит, что если ты был в церкви и ничему не научился, то есть, если не было живой вдохновенной проповеди о Спасителе, ты напрасно ходил в церковь. «И когда придешь из храма, то не спеши сесть за стол, но сначала напитай домашних тем, чем накормил тебя пастырь в Доме Божьем. Перескажи им его проповедь». Всяким словом это значит 77 книг полной Библии, это 1526 страниц, это 96 часов спокойного, медленного чтения. «Если человек приобретает специальность за пять лет, то чтобы стать христианином, оправдать полученное в крещении звание, нам не хватит и тысячи жизней». Иисуса Новина 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Мудрые кулинары могут приготовить изысканные явства для самых знатных людей. Духовную пищу приготовляют, стоя на коленях перед автором Библии, прося у него откровения, умения разрешить таинственный смысл божественного писания. «Не только пастыри, но и все живущие на земле поддерживают жизнь в себе разнообразным питанием, витаминами. Тем более бессмертная душа нуждается в разнообразной пище. Она должна знать, как поступить в любой ситуации и как защитить истинную веру. Какое горе ждет того, не может защитить истинность веры Христовой и этим приносит вред всей Церкви, как говорит Афанасий Великий, патриарх Александрийский. «Приготовлять пищу, пусть даже самую простую, должен уметь каждый. Каждый христианин, чтобы сохранить свою жизнь, должен знать Священное Писание все о невыборочном. Через Слово Божие мы познаем волю Творца». Иоанн Златоуст говорит, что если ты не читаешь Библию, ты не знаешь волю Создателя, а не зная Его законы, ты по неволе нарушаешь их, а нарушая заповеди Божьи, ты погибаешь. И это все от того, что ты не читаешь Священное Писание. Толкование Афеофилакта на Матфея 4.10. «Познай отсюда, как полезно Писание, Господь им заградил уста врагу». Комментарий Игнатия Лапкина. В эти три искушения дьявол вложил все соблазны мира, чрево, чудо и авторитет. Спаситель каждый раз отвечает текстами Священного Писания. Ни на одно Слово Христа, сказанное из Библии, дьявол не дает ни одного слова возражения. Почему? Если змей все еще сомневается, кто перед ним, действительно ли воплотившийся Сын Божий, и это сомнение разрешится только при распятии и воскресении, то относительно Слова Божия противник неба уверен, что Иисус из Назарета, плотник и Сын Марии, приводит слова того, кто сбросил Его с неба, кто лишил Его звания Херувима Осеняющего. В каждом Слове Божьем враг видит автора этих слов, чувствует его присутствие и не выказывает никакого сомнения относительно истинности этих изречений. Этим же методом отвечать цитатами из Библии пользуются все святые при разговоре с дьяволом и ни разу сатана не опровергает этих слов, как будто они прожигают его и опрокидывают, и делают безмолвны. Люди изучают различные науки, искусство, риторики, умение побеждать соперника, но ничто не может сравниться с чистым Словом Божьим, с его силой и неотразимостью. Никто хуже православных не знает Библию, ее содержание. Это же почти полностью касается и пастырей. Да коли Библия не будет стоять на первом месте в сознании людей, пока Евангелие не займет центральное место в разуме, до тех пор называющие себя верующими, будут поражаемы дьяволом и за эту ненаученность понесут ответственность те, кому верены эти овцы. Люди придумали различные обереги, надписи, священные предметы и особенно 90-й псалом, чтобы отбиться от дьявола, предполагая, что он всего этого боится. Но вот здесь видим, что лукавый сам читает этот псалом Давида и пользуется им, как своим оружием, даже против Христа. Толкование фефилакта на Матфея 4.14.16 «Свет великий означает Евангелие», комментирует Игнатий Латкин. Весь смысл всей истории, которая была между доисторической вечностью и послеисторической вечностью, заключается в слове «благовестие». «В раю произошло крушение, нарушена гармония, пала вершина творения через происки врага, через ложь вошло убийство, ибо дьявол есть лжец и человекоубийца». Евангелие Теана 8.44. «И все человечество в лице первой четы Адама и Евы погрузилось во тьму, в тень смертную. Дьявол есть владыка смерти, имеющий ее силу». Евреям 2.14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также восклинил оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Бог открылся людям как Создатель, здесь Ждитель, и, наконец, открывается как Отец, Милосердие и Искупитель. Мы узнаем из Библии, что у Бога есть определенные свойства, неизменные и вечные. Бог постоянен всегда и вовеки. Он не может поступить против своих свойств, присущих Ему, таких как Любовь, Справедливость. Божья справедливость требует наказания за грех. Бог никогда никому не простил и не может простить грех просто так, без наказания. Иначе он будет Бог изменяемый, противоречащий своим свойствам. Римлянам 6, 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Ни один грех, ни одно преступление, ни одно нарушение заповедей Божьих никуда бесследно не исчезает». Евреям 13, 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тоже. Каждый грех должен быть оплачен смертью». Человечество, начиная с Адама, стало врагом Бога. «Примирение происходит через Сына Божия, непорочного Агнца, взявшего добровольно на себя все преступления, все отступления, все нарушения всего мира от Адама и до последнего живущего при Антихристе». В Англии от Иоанна 1, 29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Исайя 53, 5. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». 1 Иоанна 1, 7. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Христос занял место грешника на кресте. «Каждая душа, поверившая в это, усваивает жертву Искупителя лично для себя, присваивает ее. В этом личном присвоении заключена безмерная благодарность Искупленной души. «Он умер за меня. Он занял мое место на кресте. Вместо меня Он пошел в ад. Он мой Искупитель. Он меня выкупил из плена смерти. Он ждет меня. Я Его раб, слуга. Он весть, сладость и любовь. И все это я узнаю из Евангелия, из этой радостной вести, единственной, которую можно назвать с большой буквы «благой». Она от благого Бога, от благого Бога Сына, от благого Бога Отца и от благого Духа Святого. И эту благую радостную весть нужно нести всем, как самое ценное сокровище. Об этом мы должны греметь нашими сердцами и языками громче, чем колоколами. Если бы благая весть звучала в храмах сегодня, как при апостолах, какие слезы сожаления и раскаяния вызвало бы это в пастве, что так долго они находятся в тени смерти из-за отсутствия живой, вдохновенной проповеди об Иисусе сладчайшем. Толкование феофилакта болгарского на Матфея 4.17. Иисус начал проповедовать со времени заключения Иоанна, потому что ждал, чтобы сперва Иоанн засвидетельствовал о нем и приготовил для него путь, которым ему надлежало идти. Подобно, как рабы приготовляют путь своим повелителям, «Ибо когда кто живет на земле, ангел, не небесный ли он? В каждом из нас есть Царство Небесное, если живем по Евангелию». Комментарий Игнатия Лапкина. Искупленное чадо Христа, всем сердцем поверившее в то, что Иисус умер именно за Него, принесшее покаяние за все прошлое и принявшее крещение для оставления грехов, а мывшееся от скверны в святой купели из мертвых, ставшее живым, не может не проповедовать, будь это даже совершенно неграмотная, больная столетняя старушка. Деяние 22.16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и о мой грехи Твои, призвав имя Господа Иисуса. Одно из самых страшных наказаний для возрожденной души никому не рассказывать о Искупителе Иисусе Христе. Деяния 5.28. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Семь? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должна повиноваться больше Богу, нежели человекам». Мы во всем должны подражать нашему Господу Христу, смотреть на Него через Слово Его, чтобы уподобиться Ему во всем. Евреям 12.2 «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел обесную престола Божия». Наш Господь сразу после крещения, как говорит Матфей, начал проповедовать. Мы дети Его. И если мы искуплены им, то не должны никого на земле слушать так, как нашего Спасителя. Если нас не учат в храме Евангелию, то мы обязаны изучать Его самостоятельно по толкованию святых отцов. Нужно собираться вместе с единоверцами, читать Слово Божие с толкованием блаженного феофилактора. И жизнь наша будет стремиться идти по евангельскому пути. На сегодня все. Благодарю за внимание. Давайте с Богом до завтра. С Богом. Спасибо, Христос. Хорошо насчитал. А как ты решился на этот материал? Я не понял. Я же ничего не говорил. Как не говорили? Вы говорили с Вячеславом посоветоваться. Ну, 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 здорово. Благословил. Здорово, здорово. Здорово. Я просто исток хотел узнать, как. Да, я говорил про то. А конкретно тебе не говорил. Хорошо, что ты так сделал. Все. С Богом. С Богом. С Богом. Ну, давай. О, пришла. Да, и нарисовалась. Кособуха. Она еще не знает, что ее заняли там. Спать где-то, другой занял. Я только сейчас дошел, что вы сказали. Что, голубь там? Голубь. Не знаю, я прийду. Покрыть и полить его. Вон и здесь даже летать не стал. Ты пошел, простудился. Такая погода на улице стоит. Такое ощущение, что сейчас не февраль, а апрель месяц. А апрель, а апрель, а апрель. А апрель я сделала еще. Динить, капель. А апрель. А апрель. А апрель. На дворе шумит метель. Один год была, ранее такая весна, помнили навозную пущу, а тут прикидывают, наверняка, зеленая трава и мы играли в мящики и дали, а мящики сами делали с коровой шерстью. Я даже не знал, а тут у меня раз вернулся из Барнобу поездили-то еще, одна машина была, а я на катушке катался, вот такая, как стул, а внизу, чтобы была доска загнутая, ее потом поднимаешь, второе, ты ее влажешь, ее в детстве дали, чтобы скользко было, и она крепко держалась, а ты на это сидишь, а внизу, она как лыжная, а ты ложе скорбь, вот это. Я там катался, а в это время отец приехал. Сейчас не помню как, но знаю, что сказал кто-то, а если меня обманывали, то это я бы не переживал. Обыкновенно. Да, он такой, клубный такой, я сейчас помню, он так дальше раздвигается у него, ручки не было, просто вот так берешь, он такой высоты примерно. да, давайте сюда это, в комбину. Лена принесет капурию, пущите путь. Она обрадовала, сейчас, и так, возьми. Она нас подкармливает, тебя не хватит. Ты вот эту будешь, нет? Нет. А куда ты делал эту, которая стояла? Никуда не девай, я дам этой палец. Ты здоровая, она подмера. У рыжего это дело быстро получалось, а этот топчется, топчется. Ну, мучает кошек больше, чем что-то делали все. Ни худышный, ни туды, ни суда. Ты видишь, я подобрал как-то. Да, видел. Капури больше, ну, тудя, ну, кормить не будет. Продолжение следует... Вчера эта лепестка там выступала. Вся пропасть была только правил питателем урхае. Какой епископ? Сейчас прислали мне. Ни одного слова, ни о чем прислали. Как жевать надо, какую воду пить. Надо это все, но он стоит в храме, проповедь говорит. Посвященную тропе. Кто прислали, чтобы я посмотрел. Где вы нашли этого повара? Его гнать никогда не будет. Вообще ни одного слова бог даже не поминает. Какой-то часов до сна. Перед едой надо выпить воды. Сколько сможешь. Три стакана, пять. Хоть сколько? Ну, я знаю, что-то. Куда-то набил, но на них не опасно. А вот так трем, придеваем, но это нельзя. И картошку даже в рот не надо брать. Картошка. Картошка. Второй рвет. Вот. И что задорно заболел, это прекратило его богохульство. А сразу православные, они его исповедовали, они его присистили якобы, а еще нет этого. Олег Табаков, кажется, тоже самое умирал и тоже успели присистить, а не зайти. Мы успели шахматов присистить еще дальше. Хвала Тебе и Слава, в честь и поклонение, наш любящий Бог, Отечественный Святой Дух Аминь. Спасти Христос. Слава Тебе и Слава Тебе и Слава Тебе и Слава Тебе. Слава Тебе и Слава Тебе и Слава Тебе. Слава Тебе и Слава Тебе и Слава Тебе и Слава Тебе. нашла другого, то сидела, ела, доедала. Трется обо всем.